Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает депутат законодательного собрания Кировской области 4 и 5 созывов Дмитрий Русский. Дмитрий Михайлович, добрый день. Светлана, добрый день. И всех служителей с началом Нового года. Потому что я впервые в этом году со всеми прошедшими праздниками, особенно к ближайшим крещениям. Надеюсь, что мы все будем такие же сильные и крепкие, как последние... Люди, ныряющие в прорубь? Да, конечно. Это же сейчас у нас такой основной бренд получается. Скажи, пожалуйста, а ты нырял в прорубь? Нет, в этом году я не нырял, но раньше я нырял, ещё год-два назад. А в этом году так у меня сложилось. Была такая трагическая история. Мне надо было ехать на похороны в Москву. Я вот как раз пятницу пропустил. Но если бы я был тут, я бы обязательно, наверное, нырнул. Для тебя-то это что такое? Вот праздник крещения и погружение в прорубь. Для меня это такое... Ты выкладываешь фоточки после того, как ты вот это... Нет, конечно, не выкладываю. Я вообще не люблю фоточки выкладывать. Особенно те вещи, которые, я считаю, что они чисто личные, они чисто для себя, для души, а не для общего обозрения. Хотя, судя по твоей спортивной форме, я имею в виду тысячи... Сейчас, Дмитрий Михайлович, не в спортивной форме сидит, не в спортивной одежде. Нет, я в нормальной одежде. Я имею в виду здоровый образ жизни, мог бы вполне, было бы чем похвастаться. Я не скажу там большой тайны, я, в принципе, очень давно уже занимаюсь закаливанием, и, в принципе, для меня там прорубь не является какой-то такой определенной чертой, которую надо пройти или там через что-то переступить. И я как бы каждый день обмываюсь холодной водой и как бы... Ну, ты фотографию рассмотрел, вот как президент погрушается, Собчак погружается, наши зампреды погружаются в прорубь. Да, я это все как бы видел, это все, конечно, прекрасно и очень красиво, наверное. Ну, и мне все-таки кажется, что тут какая-то есть доля больше пиара, больше какой-то такой вещи, что вот какие мы все крутые, мы можем позволить себе такую сделать штуку. И я думаю, что это как раз такой посыл для обычных людей, которые, в общем-то, в этом году тоже довольно-таки активно поехали в наши проруби, реки и места. Да, потому что я вот знаю, был вчера у отца Николая, она Великой, он сказал, что в этом году очень много было народу, даже приехали еще, когда и вода была не освещена, и просто ныряли. И, видимо, все-таки какая-то задача была совершенно другая, потому что вода еще не была освещена. И потом уже приехали, когда уже и этот срок прошел с 18 на 19 сутки, да, и тоже ныряли. То тут это такое, знаете, уже процесс, мне кажется, больше... Флешмоб такой получился. Да, 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 да. Мне кажется, что тут немножко мы потеряли, как обычно, и часто мы теряем вот именно основную часть вот этого всего как бы богослужения, и вообще вот почему это все было заведено, и как это все происходило. Я могу тослать наших слушателей к программе «Союз нерушимый», которая есть сейчас на сайте Хакирова, последняя программа, где как раз представители РПЦ рассказывали у нас, а что же это на самом деле такое, как должно все происходить. Такой ликбез своеобразный. Можно послушать... Сейчас это такая даймоги больше. Почему это? Да. Но мы сейчас придем, наверное, прежде всего к итогам прошедшей недели. Она была разная. И, к сожалению, как для всей страны, так и для города Кирова во многом трагическая. В частности, конечно же... Трагедия в последнее время у нас все больше и больше. Да. Я имею в виду падение крана на жилой дом на улице Маклина, где погиб крановщик, пострадал еще один рабочий. После этого падения, вот буквально сегодня Илья Шульгин, глава администрации города Кирова, подписал распоряжение о проверке всех строительных компаний. Проверять будут специалисты Ростехнадзора, Гостройнадзора, мэрии. Они должны начать проверять все компании, использующие башенную технику. Изучаться будут технические разрешительные документы, состояние техники, соблюдение всех норм и требований при проведении строительных работ, техники безопасности, состояние строительных площадок. Я цитирую по сайту ухекирова.ру. Это правильная мера. И к чему она приведет? Грандиозная работа. Значит, мы обратно возвращаемся к решению. Есть такая русская поговорка, пока гром не гренет, мужик не перекрестится. То вот здесь очень похожая история, что у нас обычно все какие-то вещи, которые требуют, на самом деле, постоянного внимания и постоянного наблюдения, они происходят после каких-то определенных жертв. Вот ты помнишь, у нас вся история, когда начали огребать в городе Кирове регулярно. После сосолек? Да, именно крыши. Это после того, как были жертвы. Сначала на коляску упала, потом женщину убила, когда она с внуком шла. И здесь тоже такая же история. Вот погибл кран. Ой, не кран, не погиб, погиб крановщик. Кран упал, повредил еще и жилой дом. Слава богу, что это была ни школа, ни детский садик. А мы видим, как стройки ведутся в Кирове рядом с детскими садами, со школами, с парками. И, в общем-то, конечно, иногда падают эти краны. Вопросы регулярности. Мы помним, что, по-моему, года 3-4 назад упал в районе Чижей Чусовский кран. Тоже на жилой дом, и там тоже были повреждения, такие довольно-таки большие. То это с периодичностью происходит. И самое удивительное, что уже был прецедент ровно 2-3 года назад. И те все меры, которые сейчас ты озвучила, они, наверное, должны проводиться регулярно, ежемесячно или ежеквартально, для того, чтобы таких трагических случаев не было. Скажи, пожалуйста, то, что вообще такое могло случиться, это нормально? Это допустимая, извините, может цинично прозвучить, погрешность какая-то? Техника ломается, что-то случается, форс-мажор? Или это говорит о чем-то другом нам? Ну, на самом деле, наверное, к сожалению, такие вещи, они когда-то или с каким-то периодом времени происходят. Я вот тебе сказал, что был такой случай КЧУС. Значит, вопрос, они происходят по мере того, как на них реагируют. Вот если на них реагируют там с первого раза, то, наверное, они потом уже реже повторяются. Если на это никак не реагируют, и все думают, что главное, что этот кран не упал на администрацию города Кирова или на правительство Кировской области, то остальное уже вроде как бы и ничего. Значит, в следующий раз, наверное, не упадет. То понимаешь, тут как бы, я ведь не думаю, что там, допустим, ну я часто читаю интернет, вот смотрю, там я не вижу таких частых случаев, где где-то писали в каких-то городах, что постоянно падают какие-то краны строительные, да, или там в каких-то других государствах и все прочее. Тут вопрос такой чисто контрольный, и все-таки понятно, что, к сожалению, это все происходит, этот контроль наступает после того, как есть человеческие жертвы. Вот нет ничего страшнее человеческих жертв. И задача любой администрации, любой власти избежать этих человеческих жертв. Итак, Шульгин назначил проверку, она достаточно глубокая, судя по тому, что перечислено в новостях. К чему это может привести? Что, ты думаешь, вскроется? Я думаю, что все строительные организации, которые у нас еще существуют в городе Кирове, в связи с таким падением строительства, значит, они предоставят все необходимые документы, что, в общем-то, у них, наверное, все хорошо, и они уверены в том, что в ближайшее время никакие краны не упадут. Ведь у этого крана тоже было разрешение до 2019 года работать? Ты меня спросила? Ничего не выявит. Ничего не предоставили. У нас что есть в администрации города такие специалисты, которые могут залезть на кран, его осмотреть и понять, что с ним происходит, что ли? Кто-то же выдает разрешение. Ну, я надеюсь, что Илья Вячеславович не будет лазить и осматривать эти краны. Пойдет ли он дальше, чем проверка только строительной техники? Ну, давай честно говорить, реакция должна была какая-то быть. Она произошла, в твоем описании, она очень большая и глубокая. Значит, если ближайшие 3-4-5 лет, дай бог, не упадет ни один крат, значит, результат есть. Если мы увидим снова какую-то очередную трагедию, к сожалению, значит, фактически мои слова будут подтверждены, что любая организация напишет, что, в общем-то, все у них в порядке. Вот еще вопрос. Организация не очень большая, которая строила этот дом. Да, какой-то Алтай строй. При этом, вроде бы как говорят, что изначально строительство было начато другой, достаточно крупной организацией. Она перепродала этот бизнес. Потому что не знаю, по каким причинам. Ну, у нас же где-то лет, наверное, 5-6 назад, когда был бум строительный, у нас эти организации строительные, там, росли как грибы. Особенно те, которые развивались очень быстро, те, которые имели близость к городской власти, администрации города Гира, потому что они получали, не имея там, в общем-то, ничего, кроме офиса и генерального директора участки, и вели застройку. При этом привлекая другие строительные компании. Значит, то в данном случае, вот последние 3-4 года показали, что, в общем-то, рынок сегодня до такой степени сузился, то все вот эти мелкие организации, которые сидели за счет администрации города, которые там были их родственники или знакомые, и которые получали эти участки земли, сегодня понимают, что, как бы, возможности строительства там, они ограничены. Если население, фактически, очень мало стало всего покупать, то понятно, что своими ресурсами, которых у них нет, они не справятся, и начинается просто перепродажа определенных участков, которые они в свое время взяли практически по своим связям за бесплатно, тем реальным строительным компаниям, которые еще сохранились в нашем городе. На мой взгляд, их сегодня от силы 5-6-7. Ну, вот что касается качества строительных работ и графика их ведения, неплохо бы, чтобы что-то изменилось, потому что вспоминается сразу история свидетельницы, которой я лично была, это строительство в овраге Засора, которое начали вести вообще по ночам, оно велось по ночам, туда приезжала техника КССК, хотя не КССК вела это строительство, видимо, просто арендовали, в ночное время, когда она освобождалась от основной работы, и ночью сбивали сваи, ночью завозили плиты и прочее, и никто, никто, даже по моим личным сообщениям, ни из администрации, ни откуда еще не приезжал и не прекращал ночное строительство. Они просто строили небывалую красоту, которую, помнишь, ты показали в 2012 году, глава города Быков и глава администрации Драны, как будет застроиться этот овраг, какие там будут переходы водяные, ну, короче, это была просто картина прекраснейшая, просто единственное, потом кто-то нашел, что это все-таки был украденный у Сочи с Красной Поляны, вот эта вся картинка там, да, значит, мы были все рады, и понятно, что такую прелесть можно было строить только ночью, потому что кировчане остальное могли не оценить, то вот они пытались построить нам в Кирове такую прекрасную ночную красоту, что вот если сейчас ты зайдешь в этот парк, и то, что произошло ровно через пять лет, мы увидим, что это, в общем-то, страшная картина, какое-то все забетонированное, такое ощущение, что эту тюрьму строили. Да мне и заходить не надо, я из окна это вижу, там сейчас собираются подростки, бомжи и прочие, площадка строительная не закрыта никак. Да, просто, видимо, чего-то не хватило нашей бывшей той администрации для того, чтобы создать вот именно ту красоту для кировчан, которую они обещали, и вот пока там пользуются бомжи, молодежь и все такие люди, которые, в общем-то, сегодня нашли в этом красоту то, что было сделано по ночам за этот такой длительный процесс. Вот, кстати, будет, да, интересно, я обещаю, что из собственных окон прослежу, как изменится ситуация на этой строительной площадке. Я думаю, что существенно поверили, она в ближайшие пять лет никак не изменится. Прорежем сейчас на короткий перерыв, напоминаю, что вы слушаете особое мнение Дмитрия Русских. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько, свое особое мнение высказывает Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания Кировской области 4-го и 5-го САЗЭВ. У вас, слушателей, есть возможность задать Дмитрию Михайловичу вопрос на сайте хакирова.ру. Есть форма анонсы. И вот пока мы рассуждали здесь с тобой о стройках и о проверках, к чему это приведет, нет, написали вопрос. Вот его не было, сейчас он появился, Олег пишет. В свете точечной застройки кировчане интересуются, не вы ли или подконтрольные вам структуры перепрофилировали здание склада на привокзальной площади в торговый центр? К счастью и сожалению, вам ответственно говорю, что я этим не занимаюсь. Я вообще ничего не перепрофилирую и стараюсь ничего не строить. У меня есть свое бизнес-направление, которое точно никак не связано ни с точечной застройкой, ни с застройкой, вообще ни с чем. Мы занимаемся совершенно другими целями. Так что, откровенно вам и честно говорю, положа руку на сердце, что это не я. Не Дмитрий Русских. Пишите, пожалуйста, свои вопросы на сайте хакирова.ру в разделе анонса я буду озвучивать. Снова к стройкам. Насыщенная была неделя, как раз связанная со строительством. И сейчас речь пойдет о парке Победы. Это моя любимая тема. Это родная практически тема, в которой ты участвовал непосредственно с момента вообще ее возникновения. Мы знаем, что поступило заявление от активистов городских и от депутатов ОЗС и Городской думы на имя... Некоторых. Некоторых. Сразу говорю. Не всех. Да, не всех. В основном из оппозиционных партий. На имя господина Шульгина с просьбой проверить законность сделки по продаже 4,5 гектаров, прилегающих к парку Победы. Мало того, проверить, вернуть в муниципальную собственность и наказать виновных в этой сделке. Вот это две самые главные, последние две задачи. Вернуть и наказать. Значит, вот смотрите. Значит, у меня на самом деле за период моей депутатской работы возникало очень много моментов о защите каких-то определенных скверов и парк. Значит, благодаря там поддержке жителей каждого микрорайона мне удалось участвовать в защите парка Победы, в защите скверно-профсоюзной Карла Маркса, который сейчас как бы существует, и, конечно, дворец Панеров-Мемориал. Что, в принципе, я тоже считаю, что благодаря жителям того микрорайона, а это мой округ был, да, значит, нам все-таки удалось остановить вот эту точечную застройку, которая там планировалась вообще изначально. Мы сегодня видим, что произошло уже в окончательном, как говорится, чтении стоит заброшенный объект, который, в общем-то, сегодня только испортил вид этого парка, и больше, в принципе, там ничего не происходит. То парк Победы это была особая история, потому что здесь была вообще, как бы, на мой взгляд, запущена такая схема, по которой там, на самом деле, должны были разбираться не только жители этого микрорайона, почему так произошло, но в первую очередь силовые структуры, потому что я считаю на сегодняшний день, что городу причинен громаднейший ущерб, значит, при всем при этом этот ущерб еще и вызван тем, что, в общем-то, полностью нарушена в городе градостроительная политика, особенно за последние 10 лет. То парк Победы это вот как раз-то точка соприкосновения, и я считаю, что это замороженный конфликт между жителями этого микрорайона и собственником этой земли, которая сегодня ее владеет. На сегодняшний момент, как я понимаю, мы даже не знаем, кто собственник этой земли, потому что все засекречено, и, в общем-то, те структуры, которые изначально покупали за стоимость материнского капитала, как мы тогда назвали, 360 тысяч, 4 гектара парковой зоны у парка Победы, да, они сегодня там, а это всем известные близкие родственники и друзья, и знакомые, и помощники бывшего главы города Владимира Васильевича Быкова, и в том числе его сын, значит, то сегодня как бы эта информация там ушла куда-то дальше, и никто точно как бы и не знает. Понятно, что конфликт заморожен до той поры, пока на территории этого парка не начнется определенное строительство. Как только начнется строительство, однозначно конфликт, и снова жители этого микрорайона, они будут защищать свой парк, потому что, в общем-то, парк этот строили совершенно под другим поводом, строительство в этом парке осуществляли в 60-е годы, в основном студенты, школьники и все люди, которые проживали в том микрорайоне, именно в память о погибших в Великой Отечественной войне, мужчин, которые жили в той деревне, и которые практически никто не вернулся с этой войны, и вот тогда горком партии городской принял решение создать вот этот парк Победы именно с привлечением всех жителей города Кирова в строительстве этого парка. А сегодня какие-то люди решили, что это не парк, что там им лучше что-то застроить. Ну, это вообще как такое, знаете, ваханалия, которое, в общем-то, у нас и происходило все последние 10 лет. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, это, конечно, ни один город нормальный не может развиваться без градостроительной политики. Да, где все взвешено, где все просчитано, где основной принцип — это комфортность и качество движения жителей этого города. Значит, при этом, конечно, основную часть должны были всегда в градостроительной политике, и это было всегда в городе Кирове особенно. Я очень благодарен Антону Касанову, который ведет прекрасный проект «Пешком по вятке», который описывает наш город в 60-е, 70-е, там, 80-е годы, да. И буквально последний раз я посмотрел фильм 75-го года «Киров-Хлынов-Вятка», да, где просто показан наш город совершенно уникальный город, где все очень просторно, где очень много зелени, где прекрасные тротуары, где ходят счастливые люди, да. То это говорит о том, что город так качественно развивался, что все признавали, что город один из самых зеленых, один из самых красивых и один из самых комфортных. Потому что в городе существовала та власть, которая вела градостроительную политику. Все было рассчитано до мелочей. Люди работали созидатели, а не разрушители, которые, в общем-то, сначала похоронили градостроительный план, как таковой, который еще создавался в советское время, не создав новый, современный. При этом то, что они делали 10 лет, это, конечно, мы сегодня все ощущаем и видим то, что даже произошло с нашими парками. То, что мы сейчас с тобой говорили и про скверки, и про парк Победы, и про сквер улицы там профсоюзные Карла Маркса. И мы сегодня видим, что фактически город совершенно не стал тем зеленым городом, который был даже по тем фильмам, которые были там 1975-1980 год. Мы это видим, и это, знаете, вот я как смотрю этот фильм, у меня как, знаете, вот на сердце кошки скребутся, потому что я думаю, ну как можно было этим варварам сегодня извратить наш город, тот, который делали наши родители, наши бабушки и дедушки. Ну вот такой эмоциональный сейчас. Это эмоционально, но спасибо Антонову еще раз за то, что он, на самом деле, возвращает нас в обратность и в прошлое, которое показывает, что город был совершенно другой. Да, хорошо. Но вот здесь, что касается этих четырех с половиной гектаров, которые продали за 338 тысяч рублей. Да, я сейчас не помню, да. 338 тысяч рублей, четыре с половиной гектара. Депутат Гордумы предыдущего созыва Татьяна Черезова у нас в эфире сказала следующее. Я хотела бы напомнить еще одну ситуацию, которую депутаты четвертого созыва на последнем заседании приняли решение о том, чтобы выкупить два участка по полгектара, то есть один гектар в целом, в Урванцево. Да, за 46 миллионов рублей. Совершенно не нужно. Когда четыре с половиной гектара в центре города с коммуникациями продали за 338 тысяч рублей. Это та прекрасная история, по которой можно сегодня возбуждать и уголовные дела, и наказывать, и искать. Но самое главное, смотри, Свет, я считаю, что городу причинен громаднейший ущерб. В чем он заключается? Он заключается в том, что по моей точке зрения, и я думаю, что так многие кировчане думают, что стоимость этого участка не 338 тысяч. Значит, по последним данным кадастровой палаты, которая имела свидетельство о регистрации этого участка в 2013 году, стоимость этого участка земли составляла по кадастру 150 миллионов. Да, мы рассказывали эту историю. Смотри, значит, то мы сегодня говорим, что с учетом происходящего пятилетней давности, то на сегодняшний день ущерб, который глава города, потому что и глава администрации города, значит, которые нанесли городу Кирову, составляет минимум 200 миллионов рублей, максимум 350. В переводе на наши деньги это целый детский сад. Вот, я тебе сейчас здесь перерыву и скажу, что и депутат Гордумы Денис Ерохин здесь в эфире, и глава администрации Илья Шульгин здесь в эфире говорили о том, что до юра, скорее всего, все было сделано правильно. Да. Я сейчас объясню, почему. Смотрите, сама процедура передачи земли и проведения конкурсов до юра, она сделана была правильно. Но, почему не было другой зацепки? Потому что на тот момент глава администрации города, Александр Викторович Перескоков, во всех судебных разбирательствах, которые мы направляли в суд, и нас поддерживала прокуратура Кировской области, он писал, что городу никакой ущерб не причинен, что город продал за очень большие деньги этот участок, и городу это было выгодно. И он убедил суд. Не знаю, кто убедил суд. Не суд убедили, а судью убедили, потому что есть решение районных судов, которые встают на сторону именно защитников этого парка. Да. Но вот здесь очень аккуратно Илья Вячеславович Шульгин говорит, что, возможно, вот эти вопросы, разбирательство устроить будет нереально, но будем пытаться договариваться. С кем? Он говорит. С нынешними владельцами этого участка. Отличная история. Он тоже говорит о том, что неплохо бы там построить школу, там хватит территории и на школу, и на детский сад, и еще останется на рекреационную парковую территорию для этих же детей, которые там будут учиться. Но нужно разговаривать с нынешними владельцами. Нынешний владельц 4,5 гектаров земли, у которого изменено уже назначение. Это не рекреационная зона, там можно строить. Там можно строить только, насколько я сейчас помню, объекты социально назначенные. А, уже и жилые можно, да? Уже нет. Но это тоже прошло через Думу, через администрацию города. Между прочим, через Думу, через депутатов это все прошло, через наших избранников. Да, конечно, это было в том созыве, вернее всего, что через старую администрацию. Потому что на тот момент, когда мы боролись за этот парк, зона была изменена, что там не парк, а что там можно строить спортивные и социальные объекты. Но мы видели, что там было построено. Но там нельзя было строить жилые квартиры, жилые помещения и все прочее. Торговые центры тем более. Сейчас уже можно. Сейчас уже строительные компании говорят о том, что там жилое строительство... Это называется рейдерский захват территории, которая принадлежала муниципальному образованию города Кирова. Ее не просто унесли там из-под носа, ее просто в открытую взяли и вывели. Я хочу немножечко в другую сторону тебя направить. Если мы будем исходить из позиции чиновников, которые говорят, надо пытаться договариваться с нынешними владельцами... Это не та позиция. ...видимо, о выкупе этой земли обратно в муниципальную собственность. Но за 338 тысяч-то вряд ли они ее, даже нынешние владельцы, покупали. Мы теперь понимаем, что это уже не завод этого охотничьего оборудования, уже перепродан. Судя по тому, что мы сейчас с тобой обсуждали, что оказалось, что те друзья и знакомые, в том числе сын главы города Быково, уже успели, пока была такая тишина, они, видимо, все-таки уже эту землю несколько раз перепродали. И сейчас уже все сложнее будет именно судебным путем или договорами, как предлагает Илья Вячеславович, по этой земле что-то решить. Вот хорошо бы, чтобы господин Брам, который инициировал, в частности, являлся инициатором снова возбуждения этой темы, нам все-таки показал, поскольку никто не называет нынешнего владельца, кто нынешний владелец, ну, чтобы понять, с кем договариваются вообще. Ну, вот смотрите... Или лучше не раскрывать и сделать все потихо. Я сначала обрадовался тому, что намерение нового главы администрации разобраться в этом вопросе, и, на самом деле, вопрос разбора должен быть очень жесткий и понятный. Объясню, почему. Ты объяснишь через две минуты, потому что у нас реклама. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает Дмитрий Русских. Итак, почему же Дмитрий Михайлович договорится с нынешним владельцем земельного участка у Парка Победы весом в 4,5 гектара? И стоимость 350 миллионов. Ну, не знаю уж теперь, сколько он стоит. Не удастся, как вы сказали. Не удастся. Почему? Ну, вот смотрите. Во-первых, сам подход о том, что надо с ними о чём-то договориться и попытаться их убедить вернуть эту землю, ну, это такой иллюзионный вариант. Тем более, вернее всего, что уже сменился не один собственник, и стоимость земли, вернее всего, что она изменилась. Значит, это ещё раз показывает, что по этим сделкам купли-продажи, в принципе, можно определить реальную стоимость и кто на этом как заработал. Значит, если смотреть с точки зрения там прохождения самой процедуры продажи этой земли, там, в плане то, что происходило там 13, 14, 15 год, да, вроде бы как бы вопросов с точки зрения законности и прохождения этого там конкурса, вроде как бы судьи не нашли никакого там изменения. Но, смотрите. Противоречия не нашли. Да, противоречия нет. Но у нас есть чёткое понимание, на тот момент была политика такая, что ущерба для города нет. Если сегодня бы Илья Вячеславович сказал, что сегодня есть ущерб городу, да, что эта сделка может являться сомнительной, потому что, вернее всего, что там все видны коррупционные там составляющие, потому что продавалась родственникам, родственники потом продавали кому-то другим. И сейчас мы говорим, что ей владеет, по нашим данным, какая-то крупная строительная компания. Понятно, что она купила не за 338 рублей, это, я думаю, что исчисляется там десятками сотни миллионов рублей. Значит, при этом, когда мы говорим о том, что нанесён ущерб городу, то, значит, мы можем сразу предполагать, что был бы организован вывод земли из городского имущества для того, чтобы её купить за дёшево и продать задорого. То в данном случае возникает вопрос, а кто принимал эти все решения? И есть, как бы, превышение определённых полномочий тех людей, которые принимали такую оценочную стоимость этого объекта. То здесь, как бы... Так наказать всю Гордуму, которая согласовала. Есть чиновничий аппарат, который Торим подписывал. Гордума — это одна история. Мы понимаем, что мы выбираем тех депутатов, которых очень сложно наказать. Но, смотрите, там есть все подписывающие документы и распоряжения администрации города Кирова. Значит, это кто-то всё подписывал. Это кто-то всё разрешал. Это кто-то всё регламентировал. Подождите, Дмитрий Михайлович. И поддерживал именно ту политику ценовую, которую он есть. Ты настаиваешь на том, что нужно наказать. Раскопать и наказать. А я спрашиваю, удастся ли договориться с нынешним владельцем участка, чтобы он продал по сходной цене городу, вернув муниципальную собственность, и построить там школу. А можно вопрос? А сходная цена, на твой взгляд, сколько сегодня? Ну, я не знаю, если гектар за 46 миллионов покупали. То получается, что сначала город продаёт, мой город, за 338 участок, а потом выкупают за 100 миллионов? Ну, интересная очень схема, ребят. Это что такое за бизнес, да? А кто в этих 100 миллионах сидит? То в данном случае я считаю, что если на самом деле хотят вернуть городская администрация обратно и восстановить эту несправедливость, которая существует, значит, и в первую очередь наказать за всё это, то они должны сегодня объявить, что городу причинён громаднейший ущерб. Просьбу силовых структур возбудить по всем этим вопросам дела для того, чтобы разобраться в данной ситуации. Потому что мы сегодня ещё раз понимаем, что есть купли, продажи, сделки по этой земле, потому что, видимо, тот собственник, который являлся близким главе города Быково, испугался данной ситуации и просто взял и сыграл на опережение, и несколько раз продал кому-то этот участок земли. То как раз в этих купли, продажах, сделках видно примерно та стоимость, по которой она вообще продавалась. Ещё раз, договориться не удастся. А с кем договариваться? С нынешним владельцем. А выкупе этой земли. Хорошо, он скажет, я вам говорю по сходной цене, а ты говоришь, что гектар стоит 46. Это я не говорю. Это так вот выкупали у господина, как я вот вижу, вот говорила депутат, который я упоминала, у господина Крепостного. Крепостного можно покупать и за 200, понимаете. В данном случае это же, как говорится... Под школу, между прочим. Под школу. Хотя одного гектара мало, не хватало. Значит, смотрите, в данном ситуации я считаю, что такого пути договорённости его просто не может существовать. Или мы говорим о том, что нас ограбили, или мы говорим, что нас не ограбили, а просто вот мы хотим обратно вернуть. То вот тут надо как бы понять, мы по какой пути идём. Потому что, на мой взгляд, я считаю, что нас ограбили. И ограбили просто в жёсткую. И очень удивительно, почему до сих пор... Такие вещи поощрять нельзя никакими договорённостями, нужно наказывать. Да, а то, что Илья Вячеславович сказал, что там можно построить школу или детский сад, ну, прекрасно. И школу, и детский сад. И детский сад, да. Но собственник скажет, что мы тоже взяли объект, эту землю, для того, чтобы построить социальные объекты. Вот мы построим спортивные сооружения, гостиницу... Да, то в данном случае получается, что... А они говорят, что мы тоже хотим что-то хорошее делать, и зачем мы будем вам продавать. В общем, не договорятся. Я поняла. Я думаю, что просто такого повода не договорятся. Или мы возвращаем всё как есть, или мы остаёмся вот у разбитого корыта. Дмитрий Русских, его особое мнение выслушайте. У нас остаётся буквально 6 минут до завершения программы, и одна такая большая тема, поэтому я прошу по ней ёмко высказаться. Одна тема полегче, возможно. Значит, первая тема связана с круглым столом, который наконец-то организовали и пригласили на него налоговую инспекцию в лице Светланы Геннадьевны Чарушиной, которая её возглавляет, и предприниматели давно обещали, что будет круглый стол. Предприниматели жалуются, что налоговая прижимает. В частности, налоговая говорит, что действует в рамках закона. Светлана Чарушина, я цитирую по своему Кировскому. За последние 5 лет количество выездных проверок сократилось в 5 раз. Сегодня у нас проверяется одна организация из тысячи. И так далее. Она говорит о том, что ни одной буквы закона не нарушила налоговая инспекция, действует в строгом соответствии с ним. И ей отвечает Сергей Киселёв, который возглавляет движение «Нефтепродукт». Он говорит, что Светлана Геннадьевна немного привирает, где-то проверяет по 2-3 месяца, а у нас проверяет полтора года. Вы вернули всех наизнанку, вы не заинтересованы в нормальной работе предприятий, вы заинтересованы в разовом получении средств, наше предприятие из налоговой потеряло прибыль в 100 раз, а мы говорим о какой-то инвестиционной привлекательности. Ну и дальше пошла серьезная полемика и очень много претензий с стороны предпринимателей в сторону налоговой. Я не знаю, можно ли какой-то итог этому круглому столу подвести, потому что очевидно, что ни о чем не договорились, вообще только вы сказали претензии. А просто у всех разные цели и задачи. Что будет дальше? А дальше будет все, как было. Значит, объясню свое. Услышат ли налоговые предприниматели, а предприниматели налоговые? А налоговые, я думаю, что вряд ли услышат, потому что у них есть свои цели и задачи. То как бы основная задача налоговых органов собрать деньги для областного бюджета. Так как областной бюджет тяжелый. И то, что с них требуются определенные показатели. И им нужно, как они докладывают, что у них там собираемость 104, 103%, 102, 101. А понятно, что они каждый выполняют свои цели и задачи. К сожалению, иногда цели и задачи у нас возникают любой ценой. Вот сегодня мы соберем, а завтра как уж Бог даст. А может быть, завтра я и работать тут не буду. Но сегодня-то я работаю, и мои показатели должны быть понятны и внятны. И понятно, что и правительство Кировской области спрашивает, а где наши деньги, потому что нам надо туда, 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 туда и сюда еще. Так как мы понимаем, что все мы живем в рамках определенных законов, но у нас законы очень по-разному могут трактоваться, именно по своей жесткости или нежесткости. То мне кажется, что я согласен с нашими в основной частью предпринимательств, что на территории Кировской области работает такая довольно-таки жесткая система сборов по налогам. Значит, в первую очередь она касается, конечно, значит, в первую очередь, кому все достается, а кто еще остался живой, вот им и достается. К сожалению, у нас предпринимательская среда в нашей области и городе не растет. Предпринимателей больше и компаний не становится. Тем более мы знаем последнюю динамику, там, последних трех-четырех-пяти лет, когда вот эта жесткая политика вытеснеет отсюда, и с учета снимаются очень крупные компании, и реально работающий бизнес, который сегодня и так находится в тяжелейшей ситуации, потому что, на самом деле, по себе мы судим, налоги плати, зарплату плати, это плати, это плати, но мы видим, что покупательская способность и вообще доходы населения сильно падают, что, в общем-то, влияет на любой бизнес, начиная там со строительного и заканчивая торговым. То в данном случае мы сегодня какую задачу стоим? Жить одним днем или сохранить именно тот бизнес, который еще не умер, к сожалению, или к радости налоговой, и все-таки дать им возможность в такое тяжелое время продолжать платить зарплаты, налоги, но не пытаться с них снять последнюю шкуру или последнюю штаны. Ситуация, на самом деле, тяжелая, и как раз, мне кажется, между предпринимателями и налоговой должен быть какой-то посредник, должен быть какое-то, может быть, правительство области для того, чтобы найти вот эту золотую середину, для того, чтобы и налоговые сборы там сохранить, да, и в первую очередь сохранить тех предпринимателей, и те компании, которые сегодня еще к большому счастью живут и выживают и пытаются выжить в самое тяжелое время. Вот господин Чурин, который возглавляет этот блок, его задача? В том числе, да, господина Чурина, как раз вот найти ту, как бы, середину, и вот тот компромиссный вариант для того, чтобы, мы же сегодня не говорим, что... Это реально, это в силах сделать правительство? В других же областях переходит. Вот смотри, как картинка. Полминуты. Сегодня у нас берут и снимаются в другие области. Почему они уезжают в другие области? Значит, есть какая-то информация между бизнесом, да, где к этому относятся гораздо спокойнее. Все живут в рамках закона. Никто не просит сегодня снять с нас там какие-то... То есть правительство в силах это сделать? Правительство должно быть в силах, если оно заинтересовано в том, чтобы последний бизнес отсюда не ушел или не умер. То как раз они должны быть этим переговорщиком для того, чтобы сегодня сохранить и налоговую базу, и в то же время сохранить в первую очередь тех людей, которые платят эти налоги. Потому что у нас, к сожалению, их остается не так много и не так хорошо они снова появляются, как в начале 90-х годов. Сегодня тенденция другая. Сегодня предпринимательство закрывается, а не раскрывается. И это должны все понимать, потому что там пройдут тяжелые времена, пройдет там 2-3-4 года, и мы увидим, что когда все другие территории начнут развиваться и они сохранят тот бизнес, который был у них на территории, то мы увидим здесь выжженную землю. В чистом поле. Да, в чистом поле. И я не завидую тем руководителям, которые придут там через 3-5 лет, как они будут вообще этот же бюджет Кировской области там областной пополнять. Полторы минуты до завершения программы. Очень жаль, что не поговорили про фасады, которыми собираются накрыть... У нас уже все фасадами накрыли. Накрыть СУЗы, техникум и 50-х годов. Мы получили тут письмо от СУЗБлока правительства. Про Родину или про фасады? На полторы минуты. Наша Родина это фасады, а фасады это наша Родина. Хорошо, и Родина так, да. Окей, про фасады поговорим в другой день. Ты имеешь в виду про хоккейную команду Родины? Да, хоккейная команда Родина и некорректное высказывание, как сказал господин Маури, который возглавляет что там, попечительский совет или как это называется? Да, именно по Загоскину. Да, господин Загоскин. Эмоциональный его выплеск во время комментариев результатов игры, который сказал, что вот мы проиграли, а теперь пускай выдающийся тренер расскажет, как нужно правильно играть. И коллега сидел рядом, а Загоскин встал и вышел. О чем, вот что, вот тебя, ты видел этот ролик? Он тебя... Я его читал, я его не видел. Какое впечатление это произвело на тебя? Ну, впечатление, понятно, что Игорь сработал эмоционально. Значит, по причине того, что то, что происходит последние там 2-3 года с командой Родина, это, в общем-то, такой определенный фильм-ужастик, который, в общем-то, так и идет, идет, и не так и не может ничем закончиться. То в данном случае, конечно, все это легло на Игоря Загоскина, старшего тренера команды, потому что, понятно, что он отвечает за игру команды. К сожалению, игра команды пока не складывается, потому что все основные... Мягко так выражались, не складываются. Основные игроки все разбежались. Значит, он сегодня работает с теми молодыми ребятами, которые, в общем-то, сегодня играют в команде. Плюс мы всегда говорим, что молодость – это хорошо, но понятно, что в спорте это ребята, которые немножко еще неустойчивы. Именно морально. Это все понятно. До какой степени деморализации дошла команда, что главный тренер, который держался столько лет, взрывается в прямом эфире практически. напор и негатив по отношению вообще всего происходящего как бы в команде Родины достиг какого-то предела, потому что очень спокойный Игорь Загоскин даже и то не выдержал. То, на самом деле, уже жалко и команду Игоря Загоскина, потому что все-таки те отцы города или там вожди города или там области, которые все-таки сегодня висит на них решение по этой команде, должны уже прийти к какому-то окончательному решению. Потому что так больше жить уже не может ни команда, ни старший тренер и болельщики. Мы сегодня видим, что на трибунах болельщиков становится там в десятки раз меньше и последняя игра показала, что чуть ли было не 400-500 человек. То... Так жить нельзя. Так жить нельзя, нужно все равно определить конец. Как у меня говорит товарищ, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Да, это ты уже повторяешь. Вот как раз Игорь Загоскин сегодня и уже, наверное, такая последняя планка упала, когда, в общем-то, тренер, который, я еще раз говорю, очень всегда спокойный и выдержанный, уже не выдержал. Понятно, что команда выиграла 3-1 и проиграла 4-3. Ну, да, вот как раз эмоции молодых игроков, которые, в общем-то, неустойчивы всегда морально, потому что, ну, ребята нервничают, переживают. Сохранять или закрывать? Ну, это уже одним словом. Решать не надо. Однозначно, что хоккей надо сохранять. Хоккей с мячиком? Да, хоккей с мячиком, это наш традиционный. Как быть с командой Родины и как она должна быть именно профессиональной, в каком варианте и в каких масштабах бюджета или за чей счет она была, это уже решать тем людям, которые принимают решение. Хоккей должен быть, потому что это вид спорта, который всегда в Кирове поддерживался и всегда в него играли, и у нас есть выдающиеся игроки. Дмитрий Русских. Любой спорт надо поддерживать. Дмитрий Русских, его особое мнение вы слышали, мы уже вышли за рамки нашего времени. Светлана Занькова работала у микрофона, всем хорошего дня. Спасибо, хорошего вечера.